всех приветствую на канале деревня тимошкина все-таки я пришел к тому что я начал возить воду скотине вы писали в комментариях закрой чем-нибудь этот прорубь чтобы он не промерзал там посмотри видео где показывают что делать что прорубь не замерзал то что вода она как бы застаивается в этом пруду наш не проточная для скотины это может быть не есть хорошо я все-таки оставил эту затею с прудом плюс каждый раз валит снег и тропинку прочищать к пруду это тоже время а снег у нас через день нужно чистить практически в этом году его очень много решил возить получается 60 литров воды в канистрах нет не скажу что это проще вариант но вода по крайней мере чистая одной канистры хватает для того чтобы сварить картошку 60 литров в день вообще за глаза друзья огромное всем спасибо за 100 подписчиков до наш канал наконец-таки преодолел эту отметку теперь у нас цель набрать тысячу подписчиков вот самое сложное на ютубе это набрать сначала 100 подписчиков а потом набрать тысячу подписчиков тем огромное спасибо кто подписался поддерживал нас это нас очень мотивирует есть желание работать дальше и развивать канал опять надо снег чистить опять вон такой слой нападал а чего ты пьешь молочко байкал байкал немного молока дал тут остатки были этот теленок любит молочко блин байкал ты такой огромный стал я его вчера поднимал он вообще огроменный просто я его поднимаю я сам это осознаю для меня он еще щенок постоянно он у нас на глазах бегает на него смотрю там вроде еще маленький байкал маленький щенок он прям подошел вчера голову у меня положил на колени такой думаю блин нифига у него голова в два раза больше чем моя ничего опять снова друзья дороги почистили у нас дрейдер идет правит после праздников как раз я расчищу вот это дело минус конечно что заваливает но зато дороги вычищены поросячьи морды сейчас у нас проходит кормление поросят как они все кушают всем все вкусно ладно не будем отвлекать их пусть кушают ребят ремонт дома будет выходить по субботам я буду вам показывать что меняется как мы его делаем у меня к вам есть такой вопрос смотрите у нас есть счетчик старый то есть видите по сравнению с бруском насколько он больше выпирает нам этот счетчик в будущем естественно не нужен потому что новую проводку подключат но на данном этапе нам нужен свет отключать его убирать обрезать нельзя я думал его под вытащить но под вытащить я его не могу потому что уличный провод он короткий он там вплотную подходит к проводам которые от столба идут никакого запаса нет чтобы его мог под вытащить сюда если кто-то в этом понимает подскажите как бы нам лучше сделать потому что мы хотим закрыть стену уже ну может его как-то закрыть а потом вырезать и вытащить я не знаю но он очень сильно выпирает чтобы его скрыть но если есть какой-то вариант и вы знаете подскажите пожалуйста в комментариях напишите а кто это у нас тут подглядывает за ремонтными работами а байкалка не лежи на снегу на снегу не лежи беги носится как ошалелый все время ты куда пришел беги беги сейчас приезжали ксюша с сашей ксюша это моя сестра они будут жить в этом доме уже забор поставили им тоже надо делать ремонт внутри и будем мы две семьи жить в этой деревне в общем у них грубо говоря то страна деревне у нас вот это саша застрял тут немного я его вытаскивал давай это бессмысленно ты его не тянешь байкал сиди она оооо получилось саш делу ровно колеса колеса ровно сделай о вытащили байкал ты доволен к бровкам не прижимайтесь зимой потому что это чревато тем что вы застрянете и я так уже пару раз застревал он уже в колею заехал ему уже не выехать он начал закапываться утром ехал помогал мужику ниву вытаскивать толкали тоже вдвоем там еще один мужик остановился так что застрянет застревают люди хотел пару слов про машину сказать у нас машина рено логан и на за год показала себя достойно она 2010 года мы год уже почти на ней отъездили нареканий вообще никаких нет машина классная друзья спасибо что досмотрели этот ролик до конца поставили лайк написали комментарий ну а на этом все всем пока